Приветствую вас. Истерики всегда являются способом привлечения к себе внимания. И то, что ваша дочь делает, это ее способ привлечь к себе ваше внимание. Вопрос заключается в том, откуда у нее такая потребность появилась. Ну, вполне вероятно, что вами было уделено слишком много внимания ей в более раннем возрасте. И ребенок не смог до конца принять вот то, что вы, скажем так, немножко от нее отстранились. Вы также позитивно закрепили ее такое поведение благодаря своей реакции. Я вас сейчас ни в коем случае не обвиняю, да, я просто говорю о том, как это работает. Вот. Позитивное закрепление ее поведения привело к тому, что она стала постараться садиться снова и снова и снова. Интересно другое. Я понимаю ваше желание, чтобы истерики не было вовсе. И я понимаю ваше желание ее успокоить и пожелать. Но именно второе является тем, почему она будет снова и снова делать это. Поэтому разумным решением было бы спокойно, совершенно спокойно, невозмутимо относиться к истерикам и не обращать на это даже особого внимания. Это первое. Но. Интересно другое. Откуда ребенок взял такие своего рода манипулятивные способы поведения? Научиться этому ребенок может только у вас, только у самых близких. Поэтому необходимо прианализировать ваши модели поведения и ваши отношения с мужем, отцом ребенка или не мужем, но все равно отцом ребенка. С вашими близкими и так далее. Ребенок откуда-то взял такую модель поведения? Откуда-то он ее скопировал? Важно понять откуда. Потому что, видите ли, потребность во внимание есть, в общем-то, у всех детей. Ну, потому что, по совершенно понятным причинам, пока дети являются грудными, с ними проводят больше времени. Когда дети несколько подрастают, с ними уже проводят меньше времени и там наступает естественный период, когда ребенок ревнует. Например, ревнует свою мать к отцу к отцу. Это, ну, это абсолютно нормальная история. Но, в норме, это происходит достаточно безболезненно. Как для ребенка, ребенка, так и для родителей. И уж точно не повторяется снова и снова, да еще вот в такой, ну, достаточно серьезной форме. Поэтому, здесь получается, что девочка скопировала поведение своих родителей. В частности, возможно, ваше поведение. Естественно, она скопировала его не подчистую, но она уловила суть. Суть этого сводится к следующему. Сделай что-то, что вызовет эмоциональную реакцию у твоего близкого. И ты сможешь получить что-то для себя. Вот такая история. Возможно, проблема заключается в другом. В том, например, что вы читаете книги по психологии и воспитанию. Что ошибка, потому что интуиция, чисто родительская интуиция, как правило, лучше подскажет, как вести себя с ребенком. Ну, по крайней мере, ваши отношения будут более самобытными, более искренними, более близкими, эстонциальными, импульсивными. И, скажем так, каждый из вас получит возможность быть с собой. Вероятно, я в этом не уверен, но вероятно, из-за того, что вы читаете литературу и пытаетесь вести себя, в кавычках, правильно со своим ребенком, которые чувствуют некую вашу отстраненность и используют, в общем-то, то, что один раз сработало, один раз ему стало обидно от того, что вы не проявили к нему ласки, когда он этого хотел, когда она этого хотела, но заплакала, вы ласку проявили, это закрепилось. Поэтому, тут вот одно из двух, и, к сожалению, ни одна из причин не является утешительной. Напротив, обе причины показывают, что вы больше полагаетесь на интеллект и на рациональное при взаимодействии с ребенком, что является, повторюсь, деструктивной моделью здесь. Вот, примерно так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, на вас. Естественно, естественно, что понять ребенком в таком возрасте достаточно сложно. Именно понятно. Но, если она бы хотела всего-то конкретного, я думаю, она бы сказала вам об этом, или дала бы понять. Я не считаю, что с этим есть проблема. А так, если вы не можете понять, я более чем уверен, что не можете понять только в том, что девочка и сама не очень понимает, что она хочет, пока еще. К сожалению, сейчас у нее более зависимая позиция от вас. Ей не хватает. Опять же, это я так вижу, может быть на данном деле ситуация складывается по-иному, но я так вижу, что девочке не хватает у вас чисто вот такого эмоционального контакта. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация будет решить. Продолжение следует...